Фонда Ли Нефритовое наследие Глава первая Будущее без кланов Отель и казино «Двойная ставка» — неподходящее место для зарождения революции. В качестве цели оно годилось лишь по той причине, что бюро здесь работал и знал, как пройти мимо охраны. Пока Жан Лун дрожал от холода в самую промозглую зиму за многие десятилетия, яркие огни в сверкающем игорном зале не гасли круглые сутки. И в закрома равнинного клана стекались деньги от азартных игроков и туристов. Но не сегодня. За десять минут до полудня бюро толкал по игорному залу в сторону лифта багажную тележку с тремя чемоданами. В лифте пылко спорили три бизнесмена. «Горные предложили мне выплачивать на пятнадцать процентов меньше дани. От коулов такого не дождешься», — проворчал лысый в синем костюме. «Но при этом они ожидают, что я буду конкурировать с иностранными сетевыми магазинами, которые появляются как грибы после дождя из-за сделок, заключенных равнинными». Его коллега поморщился. «Так что же, вы предпочли бы платить дань Айт Маде?» «Айт убийцы и жаждет крови. Ну и что с того? Все они такие. Она поступила так, как должна была, чтобы сохранить горный клан», — сказал загорелый бизнесмен. «По крайней мере, на первое место она ставит интересы Кикона. И теперь, когда она наконец-то объявила наследника, я думаю, что...» Дверь лифта, уже начавшая закрываться, снова открылась, и вошли два иностранца, заняв оставшееся от тележки бюро пространство. Одежда на них была неприметная, но они не выглядели как туристы. Три бизнесмена умолкли и оглядели незнакомцев с вежливой подозрительностью. В последнее время Жан-Лун кишел иностранными шпионами, вынюхивающими корпоративные и правительственные секреты. Лифт опустился на парковку, и дверь с тихим писком открылась. Когда все пассажиры вышли, бюро выкатил тележку вместе с ее содержимым на парковку и посмотрел на часы. Зеленые кости равнинного клана не спускали глаз с прибыльных и горных домов на шоссе бедняка, но этот район патрулировало не так уж много людей. Эйтан, бывший кулак, который и дал бюро работу в двойной ставке, сегодня отсутствовал. Бюро несколько месяцев отслеживал смены охранников и знал, что ровно в полдень поблизости не будет ни одного другого нефритового бойца клана. Конечно, как только начнется заварушка, они быстро появятся, так что главное — скорость. Рядом с бюро припарковался фургон. С переднего сидения спрыгнул Тодино, а Тонью и Гуриху вылезли из задних дверей. Трое выходцев из Оортоко не особенно нравились бюро с их иностранным акцентом и уродливыми югутанскими шмотками, в особенности Тодино, обладатель узкого, как у терьера, лица, да и голос его скорее напоминал лай. И все же из всех знакомых бюро, лишь эти трое ненавидели зеленых костей так же пылко, как и бюро, и так же страстно желали их уничтожить. «Нас даже не остановили и не задали ни одного вопроса!» — рявкнул Тодино. А даже если бы и остановили, в фургоне не было оружия или чего-либо подозрительного. Бюро сбросил на пол чемоданы с тележки и открыл их. Гуриху, Отонью и Тодино вытащили содержимое — противогазы, баллончики с краской, монтировки, пистолеты и гранаты со слезоточивым газом. Когда они были полностью готовы, своим служебным ключом бюро открыл дверь на лестницу рядом с лифтами. На верхней площадке он отпер еще одну дверь, впустив их в покрытый ковром коридор, ведущий на кухню казино. Тодино ухмыльнулся и натянул противогаз. Гуриху и Отонью похлопали друг друга по спине и последовали его примеру. Гуриха немного замешкался, чтобы затолкать под маску свою длинную бороду. Не оглянувшись на бюро, они помчались по коридору. Отонью бросил одну гранату со слезоточивым газом на кухню, а Тодино швырнул другую в игорный зал, где она начала с шипением испускать газ. Послышались крики, кашель и натужное дыхание, а потом топот ног, и бюро прислонился к двери на лестницу, постаравшись стать невидимкой. Прогремел выстрел, заверещала сигнализация, перекрывая отрезк мебели и звон разбитого стекла, металлический лязг пожарных выходов и резкий свист вращающихся дверей казино. Но задыхающиеся посетители двойной ставки в панике устремились наружу, на шоссе бедняка, покинув сумрачный и теплый уют игорных залов. Бюро закрыл нос и рот банданой и выглянул за угол. Он по-прежнему слышал жуткий грохот, но трудно было рассмотреть что-либо в дыму. В глубине души ему хотелось находиться в гуще заварушки вместе с остальными, выстрелить в воздух, треснуть монтировкой по стеклянному бару, разбить мебель и стены. Конечно, все сломанное починят, но это дорого обойдется равнинным, унизит их и послужит уроком. Бюро нахмурился. Да, у него больше смелости и кровь гуще, чем у кого бы то ни было. На его счету такое, отчего эти оортоксы просто обделались бы. Бюро втянул голову обратно на лестничную площадку и закрыл дверь. Что и кому он докажет, сунувшись туда? Если появятся зеленые кости, они переломают идиотом ноги, это в лучшем случае. Бюро достаточно настрадался и приучился ценить свои конечности. Когда-то он и сам владел нефритом, а сияния у него было столько, что он купался в деньгах. Но то давно в прошлом. Он ненавидел кланы, однако нуждался в работе. Дверь с грохотом распахнулась, и на лестницу покачиваясь и тяжело дыша, вышли трое его подельников с безумными горящими глазами и взмокшими от пота волосами. Бюро поспешил вместе с ними обратно на парковку. Он выскочил первым и пригнулся за углом, когда из ближайшего лифта высыпала кучка растерянных горничных и поваров. Как только они ушли, Бюро нажал на кнопку аварийной остановки лифта, чтобы тот больше не поднялся и выпустил приятелей с лестницы. Они сорвали маски и побросали их в чемоданы. «Залегте на дно недели на две, а потом встретимся в хурме», напомнил им Гуриха, пока они залезали обратно в фургон. Машина тронулась, и Бюро остался на парковке в одиночестве. Бюро подкатил три чемодана с их отвратительным содержимым к мусорному баку и выкинул. Затем убедился, что его униформа чистая и немятая, и вышел с парковки на свой обычный обеденный перерыв. Полчаса спустя, когда он вернулся, перед двойной ставкой стояли две полицейские машины и одна пожарная. А вокруг расхаживали три зеленые кости из равнинного клана, сердито осматривая ущерб. Одинокие постояльцы отеля ежились на тротуаре в ожидании, когда их впустят обратно. Бюро сунул руки в карманы и подождал вместе с остальными, пряча улыбку при взгляде на фразу, намалеванную на всю высоту стеклянных дверей казино. «Будущее без кланов».